Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня у нас в гостях директор фонда развития сохранения буддийской культуры Бельгин-Дала, Океан Мудрости Анатолий Иванович Джуджиев Для чего я его пригласил? У нас, компания АЗАМ мы сегодня в Калмыкии реализуем три проекта в области развития калмыцкого языка и вот Анатолий Иванович является у нас, как сказать пользователем таким пользователям этих наших проектов, ну в первую очередь это одного из проектов, это калмыцкого словаря и мне хотелось бы, конечно мы сейчас собираем различные отзывы, потому что приложение пока и находится в стадии тестирования тестировки, да, оно находится в свободном доступе, это веб-приложение оно расположено на сайте нашакалмыкия.ру и поэтому в принципе уже все люди могут иметь возможность пользоваться этим приложением вот Анатолий Иванович у нас уже достаточно давно, там буквально ну месяца три-четыре как минимум пользуется нашим приложением и мне хотелось бы, конечно, услышать от него отзывы как для него, человека, который занимается буддизмом, да, который использует наше приложение хотелось бы услышать его отзывы и поговорить с ним о том, что, ну что в общем итоге, что мы сделали и для чего, как на его взгляд необходимы все наши проекты и наши предложения Анатолий Иванович, вам слово Анатолий Иванович, вам слово Анатолий Иванович, ну абсолютно согласен с тем, что сказал Юрий Иванович, что я вот как раз тот человек, ради которого этот проект осуществляется я один из тех, я думаю, многих калмыков, которые просто ну уже такая необходимость возникла и настоятельная необходимость, ну, этот проект развивался с как бы на моих глазах с самого начала и хотел бы отметить, что это усилие огромного количества людей это в первую очередь, конечно, вот непосредственно Юрий Викторович, как руководитель этого проекта который непосредственно ставил задачу целая группа ученых нашего Калмыцкого государственного университета, Центра развития калмыцкого языка это огромная работа, это огромная команда людей которая приложила огромные усилия и, ну, сделала то, что сегодня будет востребовано, я думаю, да и также в проекте принимали участие даже артисты нашего национально-драматического театра Да, много людей, но тут самое главное нужно сказать о том, что вообще инициатором, да, как бы этого проекта вообще по большому счету является мой друг известный наш сегодня калмык я так считаю, выдающийся калмык тот человек, который на сегодня известен, наверное, всей России он является руководителем IT-компании известной которая на сегодня поддерживает, да, разрабатывает и поддерживает российскую систему управления базой данных ПАСГРЭС ну, в принципе, в какой-то мере я могу сказать, что мы к этому имеем отношение потому что в диалоге... да, идея, конечно, родилась... с Алексеем Сергеевичем, да, тогда диалоги вот в рубрике сильнее власти, там Алексеем Сергеевич четко обозначил вот эту проблему что ответственность нашего поколения сегодняшнего калмыка в том, чтобы создать инструменты современные для подрастающего поколения, благодаря которым мы, они бы могли открыть для себя калмыцкий язык и вот эта фраза, она прозвучала и вот из этого всего вот как бы выросла и сегодня мы можем, ну, я думаю, с полной уверенностью сказать, что проект состоялся и я действительно, как вот, еще раз подчеркну, Юрий Викторович, я тот человек, которым этим пользуется на самом деле, вот, отдать должное еще Юрию Викторовичу, как руководителю проекта потому что он по образованию кибернетик и в этом смысле я понимаю, что как в кибернетике, да, главная постановка задачи я думаю, была поставлена правильная задача и вот благодаря усилиям Юрия Викторовича, вот эта команда, она сработала, слажена и получила вот такой, ну, для меня продукт потому что, начиная с того, что когда вот мы обсуждали в постановке задачи я вот отдаю должное Юрию Викторовичу, что точно так же, как Олег Сергеевич когда-то ввел термин технологическая независимость, на самом деле когда-то кто-то говорил о импортозамещении он сказал, что абсолютно не согласен с таком да, это было еще, наверное, лет 8-9 назад, когда он в одном из своих интервью во время нашей беседы, он сказал о том, что надо забыть об этом термине импортозамещения надо говорить о технологической независимости страны а сама фактически, да, самодостаточная я просто продолжу, что благодаря Юрию Викторовичу Калмыкия является создателями очень многих терминов, которые сегодня ушли и вот эта команда в лице Юрия Викторовича такое для меня лично открыло понятие облако-синонимов то есть мы благодаря вот этому приложению некоторые сейчас говорят, что это словарь я бы не называл это словарем, потому что это действительно инструмент благодаря которому мы можем сегодня узнать всю глубину, красоту и богатство нашего родного языка и в этом смысле вот это облако-синонимов, которое, допустим, если мы забьем на русском языке слово или на калмыцком оно будет вам давать целый ряд слов, которые описывают этот термин и вот это для меня лично оказалось открытием и такой помощью потому что вот работая, ну, силой своей специфики, деятельности просветительской я очень много работаю с текстами буддийскими и иногда вот возникает вопрос у меня всегда я имею в виду с текстами на калмыцком языке и не всегда получалось, когда ты думаешь, размышляешь над этим вспомнить и, ну, нет под рукой словаря а сейчас, когда ты это переживаешь, это понятие и пытаешься его переосмыслить телефон всегда под рукой и на самом деле, вот просто, действительно, действительно я думаю, одна из проблем того, что сегодня, ну, язык не востребован в том, что, может быть, нет интереса к этому вот хотелось бы породить к этому, чтобы у людей появился интерес к своему родному языку когда они увидят глубину этого всего и не просто какое-то отрешенное его значение а которое имеет абсолютную связь прикладное, да которая будет тебе помогать в этой жизни и, ну, обогатит твой внутренний мир совершенно, как бы, ну, позволит по-другому взглянуть на все, что сегодня происходит ну, пример, пример приведите, допустим ну, просто там есть у вас, как бы, сделали отдельный раздел ильгур да пословица да, если брать, как бы, перевод это слово на русский все воспринимают это пословица это, я понимаю, что это абсолютно неописательно и не описывает смысл того, что вложено в это понятие ильгур в калмыцком языке да, если сейчас вот пользователи просто-напросто скачай себе, посмотрит то, вот, значение это слово это пример это образец это модель это выкройка вот, да, что, что, выкройка, да? то есть, это некая модель ситуации прообраз, да да, которая проживается и которая прожита нашими предками и из нее, из нее, как бы, извлечен такой глубинный смысл читая вот это короткое высказывание вы можете понять и, грубо говоря, ну, не будем наступать как в два раза на шлабры вот эти пережитые ошибки наших предков они позволят вот именно таким образом воспринять это а когда ты воспринимаешь этот термин на русском языке пословица ну, это, ну, пословица нечто созвучное там зарив моломан и что-то а когда ты понимаешь этот термин на калмыцком языке это совершенно другой смысл и понимание возникает вот это простой пример пожалуйста или мы вот Юрий Викторович это вообще меня просто поразило когда мне Юрий Викторович как-то позвонил сказал, что вот значение слова занимать пост министра вот это сегодняшний день перекликается с сегодняшним дел если мы зайдем вот в это положение я не хочу называть это словарем потому что это совершенно вот если мы воспользуемся вот этим инструментом да то мы там увидим на калмыцком вот это славосочетание понятие оно будет буквально звучать следующее министры или даха сразу возникает огромное количество вопросов то есть не просто если на русском языке занять пост министра пришел сел в это кресло и ты как бы уже занимаешь пост министра а на калмыцком или это деяние это действие даха поступок да поступок тоже да даха это как бы вынести груз этого соответственно соответствовать да первую очередь соответствовать то есть вот это понятие глубокое оно вот как раз казалось бы абсолютно мирской термин который но он вот такой глубокий и так касается каждого понятия и я понимаю что вот как то в одном из диалогов я говорю что мы сегодня современный калмык он находится в состоянии когнитивного диссонанса когда наша вот эта ментальность калмыцкая внутренняя которая сидит в нас но мы сегодня начинаем окружающий мир воспринимать через русский язык через европейские понятия и вот это вот диссонанс внутренний он возникает и мы в нем постоянно находимся а когда мы вновь вернемся к своим своему через свой родной язык своим родным понятиям своему как бы вот именно нашему калмыцкому мировосприятию мировоззрению то тогда вот это вот противоречия в сознании они будут исчезать и человек будет чувствовать первую очередь ну как бы гармонично с самим собой и с окружающим миром вот именно такой инструмент я именно так воспринимаю не меняешь конечно можно подойти как лингвист и просто но я думаю ну лично для меня это вот именно так что это позволяет вот который позволяет это все сделать ну я думаю что да там можно конечно много примеров Я сам для себя очень много стал открывать в калмыцком языке, хотя я не могу там говорить бегло на языке, но по крайней мере я теперь могу читать джангра на калмыцком языке, потому что этот словарь, он позволяет в зависимости от контекста определенного использовать, как это слово перевести. Вот допустим, ну или допустим, возьмем простое такое слово, да, мы все говорим Йосунзалу, настоящий мужчина. Что значит в нашем понимании настоящий мужчина? Вот используя наше приложение, мы можем открыть это приложение, набрать слово Йосун, и мы там видим, что Йосун в первую очередь это закон, это традиция, это порядок, это самое, но самое главное, да, что это, ну обычай, но самое главное, это еще там есть такое, как пристойность, то есть Йосунзалу, в первую очередь, это тот человек, который соблюдает традиции, живет согласно законам, да, устоявшихся обычаям народных и так далее, и кроме этого, это в первую очередь порядочный человек. Это очень глубокое понятие получается. Да, то есть в принципе, и самое главное, там можно еще кроме этого путешествовать по этому словарю, можно путешествовать, ну можно так сказать, до бесконечности. Нет, вот сейчас ты, как бы, когда ты говорил об этом понятии Йосунзалу, я вспомнил, мы как-то об этом уже говорили с тобой, что вот в античной философии есть понятие варвара, как она определяется. Варвары это тот народ, варвары это тот народ, который не имеет своего языка, но не в том смысле, что, ну, как средство общения, потому что даже птицы и животные имеют свой язык, а имеется в виду тот народ, который не может артикулировать на своем родном языке такие понятия, как честь, совесть, вера, ответственность и нравственность и так далее. И вот я сегодня понимаю, к великому сожалению, что вот наш калмыцкий язык, он стал примитивным. Мы, ну, в большинстве своем, калмыцкий язык сегодня стал, как кажется, что он стал, он примитивный. На самом деле мы стали примитивными, потому что мы сегодня, не пользуясь своим родным языком, и эти понятия, они начинают исчезать из нашего сознания. Да, мы начинаем воспринимать окружающий мир через другие языки, через английский, русский, загойные культуры. Вот когда я делал постановку задачи для создания этого приложения, да, там я для себя вывел такое, ну, как бы, наверное, понимание, такое понимание, что такое словарь. Это, можно так сказать, выражение понятий одной культуры с помощью языка другой. То есть дословно перевести можно только там слова стол, стул, рука, нога. А вот что-нибудь связанное, более сложное слово, да, вот тоже слово «дах» или «ёвдл», вот, допустим, Анатолий Иванович очень хорошо может сказать об этом слове «ёвдл» слово. Казалось бы, «ёвдл» – это как бы, ну, движение, да, как бы, вроде как бы шаг, можно сказать, «ёвдл», да. А вот Анатолий Иванович, когда начал использовать этот язык, у него сразу много возникло ассоциаций, да? Ну, я не знаю, может быть, есть такой текст, который был написан, кстати, вот, это один из пандитов, который как раз, его скульптура находится как раз вот в нашем храме, в котором мы сейчас находимся. Это Шантиделла. Этот текст один, он Шихса Самучая, два текста оставил, Шихса Самучая и, ну, на русском это защитит путь Бодхисады. Если мы этот текст на калмыцком языке прочтем, его название, я уже не буду говорить, углубляться в смысл там и так далее. Само название на калмыцком – Бодхисадварин Йовдул. То есть, для меня… Ну, на русском оно звучит путь Бодхисады, да? Да, на русском оно звучит. Я понимал, что это вовсе не путь. Для меня слово Йовдул, я когда это воспринял, это совсем иное понятие. Путь – это некий внешний объект, на который ты должен вступить и двигаться. А Йовдул – это образ жизни твой личный. Это совершенно иное понятие. И как раз, вот как раз, это подчеркивает… В словаре там есть как раз один из синонимов – это походка. Да, и я не буду… Вот это действительно тот инструмент, который позволит нам сегодня узнать глубину и то, что мы еще не утратили. Мы почти утратили. Потому что, как бы, разделить вот нашу культуру и историю невозможно, не зная буддизм. И как раз, если мы будем через вот это узнавать, открывать для себя всю глубину буддийской философии, буддийской культуры, то это, на самом деле, позволит нам взглянуть на нашу историю, на нашу культуру совершенно по-иному. Потому что, я вот повторюсь, что сегодня такая вещь случилась, что, ну, история Калмыкова превратилась в какие-то бесконечные войны. Если мы, ну, как бы присядем, начнем говорить, вот здесь участвуют. Но я, на мой взгляд, история Калмыкова вовсе не война. Мне кажется, если мы возьмем вот переписку дипломатическую. Да, почитаю. Война это была... Которая написана, кстати, в основном на Тодобичик. Вся его восточная Азия, ну, как бы, весь европейский континент. Тодобичик был, да. Вся дипломатическая, как на французский, стал дипломатическим. А когда-то Тодобичик был дипломатическим языком. Во всей Азии. Да, во всей Азии. И, как бы, вот эти военные действия, это было уже последним, как бы... Ну, маленькая толика из того, что, как бы, в то время существовало, как бы. Люди же жили, продолжали жить, пользовались этим языком, пользовались этим языком, как бы, межгосударственного, межнационального общения, да. То есть, а если уж сказать то о том, что первый в мире закон о всеобщем обязательном образовании был издан как раз одним из калмыцких ханов. Потому что курдачейным, да? Поэтому еще задолго до законов, которые были приняты потом, впоследствии, в Европе. Я думаю, что, скорее всего, кто-то из путешественников или из исторических деятелей узнал о том, что у калмыков существует закон о всеобщем образовании. То есть, она, как бы, парадоксальная. Все знают, что сегодня, ну, рейтинги взять калмыков по образованности говорят, что калмыки занимает там... Одно из первых мест. Одно из первых мест. Но если мы возьмем, ну, как бы, соотношение к себе, что к тому уровню образованности у людей, мы спросим, а какое произведение на калмыцком языке для тебя является ключевым? На какое калмыцкое произведение оказало на тебя влияние, и которое сегодня ты черпаешь мудрость? Я думаю, для многих этот вопрос, вот, как бы... Поставят тупик, да. Поставят тупик, потому что, к сожалению, язык мало используется, да, в жизни. И не просто там в обыденной жизни даже. А вот сегодня у нас огромная проблема связана с тем, что у нас вот уйдут поколения, те, которые сегодня, да, еще и являются носителями, да, и используют язык в своей там работе, да, научной работе и так далее. Но они уйдут, и некому будет потом говорить, использовать этот язык. Ну, я не знаю, мне кажется, все-таки, вот, одна из задач, которую... Ну, мы перед собой ставили, да, что создать инструменты, о чем ты говорил вначале, да. И мне кажется, что вот этот инструмент, он должен в людях по-другому не получиться. Интерес. Интерес к изучению своего родного языка. Ну, в первую очередь у детей. Я понимаю, что вот этот словарь, да, мы сегодня не затронули, еще один проект, о котором мы говорили. Это вот как раз мы еще на сегодняшний день, сегодня, ну, практически находимся в завершающей стадии создания мобильного приложения для изучения калмыцкого языка. Оно для детей, в первую очередь, ориентировано на детей и основано на методике, которая позволяет, ну, которая сегодня вообще во все время работают, ну, в том числе и наши все. Гуся Ирнжанна Корнусова, Дарим Банвайна-Гидеева, Геннадий Батович Корнеев, Людмила Алексеевна Лиджиева и так далее. То есть очень много наших ученых сегодня работают вместе с нами, и я думаю, что мы этот продукт создадим, этот продукт будет достойным, да, и он своего рода станет, ну, таким. Вот есть такой международный продукт для изучения английского и других языков, это дуолингово. Да, он будет что-то такое, только, ну, наверное, назовем это калмыцкое дуолингово, да, этот продукт, который будет всегда под рукой у детей, да, он будет в такой игровой манере сделан, но фактически как игра, люди будут пользоваться им, и фактически у детей возникнет своя среда. Ну, не секрет, что сегодня дети все, они находятся в компьютерах, в телефонах и так далее, оторвать их невозможно, меньше у них общения между собой, друг с другом, а вот больше общения с мобильным телефоном. Ну, любой, наверное, может сказать, что дети, ну, практически сколько часов они в день проводят, но она больше, чем с родителями, это точно. Да, и, Анатолий Иванович, я хотел поблагодарить вас за то, что пришли, ответили на мои вопросы, и такой отзыв, как бы, нашей работе. Нет, меня благодарить не надо, это я хочу поблагодарить, вот, всю вашу команду в лице, вот, Юрий Иванович, тебя, наших программистов, айтишников, как говорят все в народе, да, ученых, и вот Олега Сергеевича Бартунову, что вы вот эту колоссальную работу провели, и вот дали нам фактически халенгар кяхлягу урн-арга. Это искусственный метод, искусственный инструмент, пользуясь которым, я думаю, мы сегодня будем открывать вновь для себя свой родной язык и позволить, как бы, тому, чтобы он все-таки расцвел. Все, спасибо большое, до встречи.